Перед началом я хотел бы сказать большое спасибо за подписку на бусте, таким людям как Супер Пупер Матвей, Коняшка, Киска, Пенсел 2 см, Фуксус, Игнат Бабенко, Аризона, РПМ1... Что блять? Ты перепишешь на меня свой дом, какой-то кент, электритяг, Сан Стиви, Фнаферская Сарделька и ЕМАС-32. Всем привет, друзья, с вами Дастер. Сегодня будет рубрика, которую я долго откладывал. Очень долго. Но дабы разнообразия контента, который у меня сейчас выходит на канале, я выпущу этот пробный ролик, если вам он понравится, то в будущем вы увидите еще такие видео. А что же вообще такое GameJolt? Ну, вдруг вы не знаете. GameJolt это платформа для видеоигр геймеров и создателей контента, выкладывающих свои игры. На сайте есть уже более миллиарда игр. GameJolt был основан Япроком и Дэвидом Декарменом. Дофига я это сейчас читаю. В общем-то это платформа, где люди постят свои фан-игры по разным фандомам, в том числе и по ФНАФу. К примеру, там есть такие известные фан-пародии, как Попгоус, Джоли, ФНАФ Джер и, конечно же, Сосиска. Безусловно, на GameJolt текущая качественных фан-пародий, например, те, что я только что перечислил. Но если вы отсортируете все это подать загрузки, то столкнетесь с подобными. И именно о них у нас сегодня и пойдет речь. И еще пару слов перед началом, потому что я сразу предвижу комментарии, типа, «Ты обесцениваешь их труд!» и вообще сделай лучше. Ну, во-первых, нафига мне делать лучше, чтобы что-то оценить? Я могу сравнить это с другими непопулярными пародиями, которые в сто раз лучше, чем это. И в этом видео я не собираюсь никого оскорблять или унижать, если даже это будет так выглядеть. Я просто хочу вам показать действительно плохие пародии из GameJolt, о которых вы наверняка даже не слышали. Ну и давайте начинать. Первая игра на сегодня называется Five Nights at Kekis. Плюс ремейк, ФНАС, АУ. Ну, скриншоты выглядят достаточно многообещающе. Давайте скачаем, и я надеюсь, там не троян. Трояна, к сожалению, не было, и вот меню нашей игры. Ну и можно либо начать сразу новую игру, либо продолжить с пятой ночи. Что? Ну, в принципе, удобно. Давайте тогда я сразу с пятой ночи и начну. Что с вентилятором? Какой токсик! Маска какого-то Гача Лайф персонажа! Камеры не работают! В концертом зале, это вообще фан из Гача Лайф приложения. Третий аниматроник. Четвёртый. Это просто холл из первого ФНАФа. А, ко мне идут, подождите. Наверное, надо закрыть дверь. Даже дверь криво закрылась. Наверное, всё, он ушёл, можно открывать. Или не надо открывать, я не знаю. Почему в этой игре даже обучения нет? А, нет, уйди, я в домике! Всё? Хорошо, наверное, надо было одевать маску. Давайте ещё раз попробуем пятую ночь. Я только сейчас заметил, почему фангая голос какого-то 80-летнего деда-педофила. На шестой камере сидит какой-то страшилка, наверное, типа канала Голден Фредди, но он просто бесполезный, он ничего не делает. А вот она, маска! Да что? Ладно, ладно, давайте первую ночь. Кейки с фаз бой пицца. Они даже замазать это нормально не смогли. Что такое токсик? Я до сих пор, кстати, не понял. О, фангай! Ну ладно, не буду его мутить. Пока что. Я не знаю, что произошло на пятой ночи, но на первой это просто фангай с первой части. Но я не могу, как криво расположены эти смешные кнопки. Да камон, даже за таканчик криво вырезан. Ну ладно, что я придираюсь, давайте я попробую, наконец-то, уже пройти первую ночь. Ну, в принципе, как и ожидалось, пока особо ничего не происходит. Что седьмой камеры, это шестой? Почему я не могу ничего сделать? По-моему, на пятой ночи я мог как-то повернуть. Ладно, не важно, давайте я перемотаю на момент, когда произойдет хоть что-то. О, камера повернулась. Ну, классно. Короче, в этой игре больше совершенно ничего не происходило на первой ночи, поэтому я на протяжении двух минут, просто две минуты, пытался посадить батарею. По итогу у меня это получилось и... И вот. Что это такое? То есть я сейчас две минуты чисто ради этого все делал, да? Спасибо, разработчик, ты такая... А еще смешнее, что разработчик либо не прописал, что я должен сдохнуть, когда сядет батарея, либо... Я не знаю, что случилось, но эта голова просто висела в воздухе, и я так прошел ночь. Еееееееееееееееееееей! Теперь, кстати, пятая ночь исчезла, ну, спасибо на это. И можно начать со второй, но я думаю, надо переходить уже к следующей игре. К слову, небольшое отступление перед следующей игрой. Алды моего канала и люди, которые просто смотрели мои старые ролики, такие вообще есть, точно помнят рубрику Кринж Пародии из Плей Маркета, где я точно так же искал игры, обозревал их, играл и тому подобное. Кстати, это была моя первая рубрика, которая вообще залетела. Ну и, как я говорил в начале, если вам понравится это видео, то, конечно же, будет продолжение этой рубрики, потому что, в отличие от Плей Маркета, тут игр просто куча и хватит, наверное, на 100 выпусков. Но столько я снимать, конечно же, не буду. Наверное. Ну, в общем, следующая так называемая игра называется Five Nights at Sugar Remake. Sugar. Если... Если это ремейк, я не представляю, что было в первой версии. Но зато у неё анимированный значок на геймджолте, за это уже плюс, конечно. Здесь так же, как и обычно, можно начать новую ночь или продолжить. Ну, ночи здесь всё равно не пишутся, потому что, наверное, коряво сделано, поэтому давайте продолжим. Family of, нет пиццерии, из Лукинга, Фор, Секьюрити, Гарта, Ге... Короче, они ищут охранника в пиццерию, в скобочках снова. Вот это да, наверное, прошлого охранника убили. Убили! Ночь. Что ночь? Что ночь? О, зашёл. Не, ну, по первому впечатлению, офис выглядит неплохо. Ну, типа для какой-то рандомной игры, в принципе, я бы сказал бы, ну... Ээээ... Ха-ха-ха. Ну, это... Погодите, у меня две батареи. Похоже, что здесь механика схожа со Фнаком, даже звук, по-моему, тот же. То есть мне вспышками нужно освещать камеру, но... Но дело в том, что мне это не нужно. Потому что тут все камеры и так максимально светлые, я всё прекрасно вижу. Зачем вспышки? Ладно, Бонни или Шугар, наверное, выглядит неплохо, но... Но это что? Ну, места, где нет аниматроника, в принципе, не так уж и плохо выглядят. Почему разраб вообще решил, что можно даже не делать какие-то анимированные помехи, там, не париться, а просто наложить какие-то ПНГ-помехи на камеру? А ещё этот грёбаный звук, который меня с ума сводит. А мне ещё это проходить надо. Ладно, давайте, короче, я вас оставлю наедине с этим звуком, а потом закрою камеру, и вы поймёте, насколько это плохо. В смысле, хорошо. В смысле, да. К слову, нажимать я в офисе ничего не могу. Походу, тут всё просто... Как декорация работает. Ну, впрочем, я думаю, вы поняли, насколько этот звук может раздражать. Ну, ладно, вроде ничего не происходит, а, в принципе, думаю, можно и переходить в следующую игру. На пингвина из Фнака мы посмотрели. А, нет, аниматроник ушёл, да неужели? Вот он стоит. Ну, я бы сказал, вот так это выглядит довольно-таки неплохо, если, опять же, не этот звук. Вспышка не помогает. Кстати, да, вспышка, возможно, нужно отпугивать кого-то из аниматроников, а не освещать. Так, но он не двигается. Другие аниматроники вообще все на месте. А, нет, что он творит? И как мне его контрить? В офисе ничего не работает, и я сомневаюсь, что всех здесь аниматроников, сколько их там, 6-7, нужно отпугивать именно вспышкой. Ну, в принципе, пока он там стоит, проблем нет, я думаю. Что? Уйди! Я же, я не зря, я, я, я ещё зря сидел с этим шумом, он там. Отойди, уйди. Нет, он идёт. Уйди. Так вспышка на него не работает, что мне делать тогда? Мне сейчас стоять со стула, драться с ним в рукопашку или что? Что делать? Ладно, тогда придётся смириться и, видимо, ждать скримера. Что? Бомба затикала, что происходит? А! Ну, могу отдать... Ну, могу отдать должное, в принципе, скример в этой игре выглядит неплохо. Опять же, учитывая, что это какая-то абсолютно рандомная игра, с ноги им джоуты, как я это называю. Наверное, в общем, я бы оценил её на 3 из 10 где-то. Безусловно, не сравнивая её там с каким-то т-джоком. При сравнении это, конечно же, ну, двойка. Думаю, если здесь просто пофиксить помехи и убрать этот шум или что-то другое с ним сделать, как, например, в третьем ФНАФе, ну, естественно, изменить эти модельки, низкополигональные и непропорциональные, то выйдет, ну, обычная средненькая игра. А ещё я вам напоминаю, что это был ремейк. А теперь представьте, что было в первой версии. Ну и давайте уже двигаться к следующей игре. Five Nights at Wizard Bonnie. Наверное, в игре будет один аниматроник или что-то типа того. Continue или New Game, continue или New Game... О, кредиты. Блин, как же он офигенно вырезан. New Game или Continue, New Game или... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что это за NF? А кошмарный охранник нуждается в Бони, пицца, что-то там. Офис из ФНАФ 2 смешан с первым... Не, ну... Ха-ха-ха-ха. Так, первая камера, портсан сервер, вторая тоже... Сразу видно, настоящая американская пиццерия. Его надо заводить, чтобы он не устроил Колумбай. Ну, неплохой геймплей игры. К слову, очень много камер отсутствует. Просто создатель, видно, поленился. Хотя это можно сказать о всей игре. Дверь закрывает... Центральная дверь закрывается слева. Что со светом? А, стоп, стоп! Что? Какие Фокси? А Бонни здесь при чём? Кстати, этот... Фокси или кто это? Сшит из головы Фокси чики из FNAF AR, кошмарного Бонни и... Кошмарного Фредбера. Я прошёл это снаф-нафера, я крутой. Не, текстурка двери, конечно, это да. Опять эти плюс Фокси. А, ну, стоило ожидать этого. А как мне тогда его дверью? Ладно, третья попытка. Мутим фунгая, чтобы не выпендривался и поехали. Пропал, серьёзно, первая ночь. А, ну вот, он, впервые вижу на этой камере. Как он обрезан. Кстати, я даже не знаю, как воспринимать эту пародию. Она, типа, она роффельная или чел-делан на полном серьёзе, потому что есть такие игры, которые сделаны на полном серьёзе. Может, в этот раз маска поможет? А, серьёзно, не дверь. А почему он про шарасный не помогло? Я, типа, слишком поздно надел, но я почти сразу же это сделал. А, чуть-чуть, чуть-чуть. И он чуть не устроил здесь демократию. Опять? А, всё, нормально. Ну ладно, я научился его контрить, может, даже пройду ночь. Но это в лучшем случае. Я напоминаю, кстати, это первая ночь. А я не могу его пройти уже... Сколько? Минуты две-три? Вот он стоит. Ладно, не стоит, извиняюсь. Ну, может, хотя бы у нас Фредди работает. Говно игра. Правое освещение всё ещё не работает. Ну, может, это и к лучшему. А, всё, я промахнулся. Давайте следующую игру. Забавно, кстати, что меня терроризировало на протяжении всего прохождения только какой-то... Опять же, Фокси, я не знаю, как его называть. Какие-то плюшевые Фокси, а не сам Бонни. Честь которого вообще называется игра. Следующую пародию я хотел найти какую-то анимешную. То есть, непопулярные пародии на Five Nights in Anime. И нашёл это. Five Nights in Anime 4+. 4+, звучит как рейтинг, поэтому я надеюсь, что не будет всего того, что было в FNE. Ох уж эти скриншоты. Хорни. Ну, да, конечно же, закос под ФНАФ 4. Не гейм или континью, не гейм или континью, не гейм или континью. Ночь 1. Итак, ну, вроде пока что... Я бы не сказал, что это хорошо, но я бы не сказал, что это плохо, потому что мы видели пародию на Гача Лайф. Мы можем разворачиваться назад, но фонариком я осветить не могу. Причём реально никак. В 4 ФНАФ, если я правильно помню, надо было двигаться на левую кнопку мыши, осветить на правую, но здесь же можно только перемещаться. Давайте тогда подождём, пока что-то произойдёт, или... А, вот, всё пропало. Ну, конечно. Несильные изменения. Опа! Что за звуки? К слову, разработкой игры я бы с удовольствием отпилил руки, потому что он... Не знаю, не придумал закрывание дверей. Я не могу ни с этим фонариком, ни закрывать двери, и могу буквально ходить. В смысле, только ходить. Ну, зато смотрите, какой смешной Бонни. Ладно, давайте тогда просто ждать скримера, потому что я не смогу пройти эту ночь, потому что я не могу обороняться. Ну вот, я слышу, она дышит, но я не могу... Звук все взят из Five Nights на неме. Старая версия. Что это за няшка? Кринж. Ну, я считаю, что на этом моменте нам и нужно остановиться. Подводить итоги, я думаю, не нужно, потому что для всех очевидно, что на GameJolte есть какие-то недооцененные, хорошие игры. Есть просто шедевральные, популярные игры и так далее. Там даже FNAF World есть, по-моему. Ну, также могу добавить, что не прям все пародии там ужасные, хотя их большинство. Я пролистал где-то 200-300, может, фан-игр. И из них я бы мог выделить три достаточно неплохих, в которые, может быть, я и сыграл бы. Ну и всем спасибо за просмотр, друзья. С вами был Duster. Также напоминаю, что у меня существует телеграм-канал, где у меня выходят посты. За это, я считаю, нужно поставить лайк. Итак, автор, кто ты такой? Кто ты? Блять!